МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель». У студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня хлеборобы в области перейдут экватор работ. 540 тысяч тонн вожить зараз областный каравай. Днепровский паром. Международная историка, краязнавшая читанье, собрали лоевы на выковыцев пяти краин. А у торские ляльки и у пригожеваний у «Гомеля» прошло свято хендмейда. А зараз об этом и иншим больше подробно. Господарки Гомельской области сегодня пересягнуть экватор жнива. По оперативных даденых на ранец у регионе убрано 49% площадь. Огольный на молот, складая маль 540 тысяч тонн сбожа. Лидер по темпах работ – Рейджиский район. Тут застается убрать приблизно пятую частку полев, отведенных под зерневая и зернебобовая культура. Не на шмат отстают гомельские, добружские и хонинские хлеборобы. Полностью завершить оборочную кампанию необходимо до 20-х жнивня. Проблем особых нет. Во всякой работе есть, так скажем, затруднения. То есть, организационные моменты, которые мы решаем, решаем успешно вместе с районным звеном, с сельскохозяйственными организациями. Если бы это не решалось, уже не имели бы 50%. Нам отведено до 20 августа, поэтому все силы мы мобилизуем на выполнение этой задачи. И с таким расчетом, что до 20 августа мы все эти уборочные работы завершили в полном объеме. Что пишется поставок улик держзаказу, селитые господарки повинны отправить на комбинаты хлебопродуктов 102 тысячи тонн сбожья нового уроджая. Первыми задания выконали в Добружском и Лоевском районах. Протягиваем выпуск. Историки, археологи, этнологи, мостаки и поэты приняли уделу в международных науково-краезнавчих читаниях, которые сегодня завершаются в Лоеве. Вся рот у Дельников – представники Беларуси, России, Украины, Израиля и Молдовы. Выступление послухали наши корреспонденты. Такая конференция на Гомельшине проходит в другой раз. Летость с местом ее проведения стала брагеншина, при том, что и основная колькасть докладов была присвечена этому региону. Все лето географию вырешили поширить, причем до подрыхтовки читания протягнули иснующие семейные клубы. Финансование проекту отбывается за кошт Европейского Союза. Первая основа того, чтобы люди как бы поняли и приняли вот эту свою родину близко к сердцу и уезжая хотели вернуться. Это важный момент, он связан с тем, чтобы люди знали свою историю, свою культуру, чувствовали свою общность. На протягу трех дней больше, как 50 докладов. Тематика самая разная. А до сабливостей местного гончарного посуда 10-го стагодия, из нагарской практики полюшуков, до истории водного транспорта на Днепры и выучения истории Великой Айчины, про злистые дзенники, солдаты, командировки Червоной Армии. Подличено, что под час войны только листов было написано около 3 миллиардов, 200 миллионов. До нашего часа заховалось не вельми шмат, али и яны могут многое рассказать. Что касается писем, вот там действительно люди позволяли себе рассказывать и делиться сомнениями. То есть у меня есть главы, которые посвящены таким вещам, например, как баня на войне, стирка, огороды и приусадебные участки, эвакуация, проявление национальной самоидентичности, сны и сновидения. То есть не просто в атаку ходили и да здравствуй, а все глубинные самые неожиданные стороны жизни. Удельники ловских читаний укажут, что невядомых исторических документов все меньше. Али это совсем не значит, что ничего нового в ученые доведаться уже не могут. Нават на этой конференции шарах докладов можно отнести до новаторских. На место современных историков могут прийти другие, которые совсем обратят внимание на что-то другое. Они могут обратить внимание на то, что мы по каким-то причинам не смогли этого понять. То есть, конечно, могут быть найдены и новые документы. Тематика доклада у международных историко-краизнавчих читаний у ЛОВЕ различена как на специалистов, так и на обычных краизнавцев. Как ждет, уже до конца этого года все выступления будут опубликованы в особном сборнике. С материалами можно будет ознайомиться в библиотеках. Прежде всего, надеюсь, что сборник, который выйдет со всеми материалами, которые мы услышим на этих чтениях, и это огромнейший источник для исследовательской работы. Это как бы точка отсчета, новая точка отсчета, ведь совершенству как бы нет преддела. Олеся Нсюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Портфели со школьными приналежностями у подарунок детям. Активистки Гомельской областной организации Белорусского союза «Жаншин» провели акцию «Сбером портфель разом». Подрактоваться до школы допомогли выхованцам детского дома, семейного типа у вёсты Вильча Житковицкого района. Семья Рудницких выгадывала двоих родных детей и зараз выховывая восьмярых приемных, деяких семёра – школьники. У знак подяки за подарунки дети подчастовали гостей булочками, які спякли сами. Черговое досягнение у копилку поспехов 51-й Гомельской гимназии. Выпускник установы Фёдор Коробейников завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатице, якая проходила у Тегерана. Штогадовое споборництво для школьников проводится с 1989 года. Селета УИМ приняли удел больше 300 наученцев из 83 краин. Узнагорода Стигерана не першая для Фёдора. В этом году он завоевал золото по информатице на Международной олимпиаде в Казахстане. У пригоживания цацки, креативные атрибуты домашнего интерьеру и иншие оригинальные речи ручной работы. В Гомельском сквере имя Громыки отбылось свято хендмейда под открытым небом. И оно было организовано Клубом гомельских рамесников «Чаровные подарунки». Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. У пригоживания из натуральных каменев и скуры, оригинальные предметы интерьера, выработки соломы, глины и других природных материалов. Больше как 30 опытных мастеров нашего региона представили на свете хендмейда у Гомеля свои авторские работы. Организатором мероприемства выступил клуб «Чаровные подарунки». Он працует при городском центре культуры уже 4 года и объединяет людей с оправдой захопленных творческой справой. Наш клуб насчитывает более 50 человек мастеров-ремесленников в Гомельской области. В основном все уже стали мастерами международного уровня, имеют несколько дипломов, различные награды. Это, конечно, большая творческая семья. Ребята, слаженные нашей командой, всегда готовы прийти друг к другу на помощь. И все это делается только ради того, чтобы принести это творчество нашим горожанам. Увазе на ведольника у света майстри представили декоративное панно, картины, цацки, саморобное мыло и свежки из натуральных материалов, флористичные композиции, выполненные в разных техниках. Специальная зона была отведена под так званые тильды – текстильные, фарфоровые и вязаные ляльки. Это эксклюзивные рукотворные пригожуньи, представленные разных форм, помер и колеров. Кожная лялька со своей историей и призначением. Создаю их уже несколько лет. Первая игрушка когда-то это был тильда «Зайчик». С этого все началось. А потом захотелось что-то придумать свое. Это, кстати, первый «Зайчик» по моей выкройке, которого я сделала. Он мне особенно дорог, поэтому. Но после них уже начались «Зайчики», всякие слоники. Хорошо использовать для интерьера, а также, мне кажется, они отлично подходят детям. Они такие нежные, мягкие, хорошие. Используются хорошие материалы, например, это лен и хлопок. Гипоаллергенный наполнитель. То есть для деток очень хорошо такие. Гости свято смогли не только убачить оригинальные рукотворные экспонаты, но и доведутся про секреты их творения. Подчас займальных майстер-классов опытные майстри учили присутствующих работать связанные в пригоживании и выработать технице декупаж. Учили традиционным рамествам, навыкам ткацтва и ганчарства. Яскравый калейдоскоп творческих идей сопроводжался концертной программой и забавляльными конкурсами. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». Завтра у Свято-Петропавловский собор Гомеля снова прибудут мощи великомученика Пантелеймона. Нагадаем, год тому, першню за 350 годов святыня покинула место своего постоянного находжения в Кафедральный собор итальянской Калабрии и была привезена для поклонения у Гомель. Тогда до еды кранулися тысячи людей. Все лето, дякуючи намаганиям Православной Церкви Беларуси, была досягнута домовленность об доставке частицы мощев не на час, а на постоянное знаходжение. Святыню сместят у каучех ручной работы, вырабленной с серебром айстрами на Афоне. И на приконце выпуску коротко про надворье. Передышка от спякоты будет короткой. На приконцах этого тыдня слабкие термометра у дно вздымутся выше за 30 градусов. Завтра у день прогнозуется до 26, однако что день по ветру будет становиться грачей. До выходных заховывается ясная надворья, первоважно без опадков. В неделю махчим и дожжи. Гэта и иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемить Максим Савин. Максим Савин. Максим Савин. Продолжение следует...